Большой секрет для маленькой, для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Секрет успеха. Резюме. Вы написали резюме? Вам назначили интервью? Прекрасно. Надежа царь говорит, что я князь Милославский. Устраивает это вас? Тогда первое, что нужно сделать, это выучить собственное резюме. Да откуда же ты взялся в палате царской? Ведь не было тебя. Не страшно, если вы в резюме приукрасили свою биографию и карьеру. Аль ты князь. Я? Пожалуй, князь. А что-то удивительно. Хуже, если вы не выучили собственное сочинение как следует. Батюшка-царь, кто же это такой? Это приятель Антон Семенович Шпак. Ой, дурак. И вас словили на неточностях? Чур! Что такое? Обязательно, слава богу. В чем дело? Да ведь казнили тебя на медне. Вы, естественно, постарались приукрасить себя в резюме и выглядеть максимально хорошо. О! Вспомнил. Ведь это не меня повесили. Того повешенного, как звали? А? Ванька-разбойник. Ага. А я наоборот, Джордж. Понятное дело, ведь резюме – это ваш шанс победить в конкуренции с другими резюме. Произвести впечатление на того, кто будет читать это резюме. Выручай, а то засыпемся. Чего ж ты молчишь, сволочь? Вполне правильно попытаться писать его так, чтобы тот, кто читает, захотел вас увидеть и взять на работу. Тот бандит – просто мой однофамилец. Правильно я говорю? Правильно я говорю? Пожалуйста. Однако после того, как вы его написали, вернее, вам его написали. Вот это новость! Повесили тебя на собственных воротах третьего дня по приказу царя. Так. Вы учите его, как следует, чтобы встреча с вами не отличалась слишком сильно от встречи с вашим резюме. Ой, спасибо. Повесили меня. По твоему приказу. В худшую сторону. Святая сторону. Субтитры создавал DimaTorzok